Он идёт по коридору. Дома фарфора на Ленинском. Куда он идёт? Он идёт к столу. Я вам скажу честно, что, конечно, о таких помощницах можно было мечтать. Сегодня, когда в операционной у меня были помощники, они не хуже, поверьте мне. Они не могут зацеревать стол, они могут только что-то отрезать или пришить у человека. А вот стол, я даже не хочу их просить. Главный уролог страны профессор Дмитрий Пушкарь любит фарфор, разбирается в нём и умеет с его помощью рассказывать истории. Я скажу честно, это первый раз в жизни, чтобы вот так вот кому-то я, кроме, конечно, дома, когда я приглашаю каких-то друзей и приятелей, засервировал вот такой стол. Он не только занял экспертное место в моей программе, он придумал и засервировал стол для ужина, который случается весной, когда двое влюблены. Стол для праздничного чая и стол для позднего воскресного семейного обеда. И в каждом случае очень важную роль Дмитрий Юрьевич Пушкарь оставил деталям. Как, к примеру, создать настроение за столом? Как это сделать? При помощи предмета. Да! Совершенно верно. Вот, например, кто-то нашёл лягушку, как вы. Да, это вы нашли лягушку. Кто-то нашёл тоже лягушку, но совсем другого цвета. Вот она, да? И каждый начинает об этом говорить. Но бутылка отлично придумана, как она закрыта. Мы закрываем бутылку. Почему? Потому что мы хотим, всё-таки, мы же пригласили близких людей, они разбираются в вине, и мы хотим всё-таки сказать, что это за вино, что это такое. То есть мы играем? Играем. Игра воображения проявляется во всём. Внимание требуют не только хрустальные мишки, сидящие на столе, и божьи коровки, спрятанные в салфетках. Почему фенхель? Почему вообще сырые овощи у вас присутствуют на столе? Потому что весна. То есть это не является предметом декора, это является предметом поедания... И декора. И декора. Стол для праздничного чаепития был украшен коллекцией «Х-форм» от старинной мануфактуры «Мэйсон». Традиция праздничной посуды не должна исчезнуть. Это тот редкий случай, когда золото, вот это золото, да, оно дополняет, а не бьёт в глаза. Этот стол, конечно, да, очень понравился бы вот моей маме. Он ведь не изменился последние 200 с лишним лет. Вот именно эта серия, она не изменилась. Ну, это специальное чаепитие, слушайте. Цветные бокалы для воды или для вина? Мне кажется, что в этих бокалах не видно вина. Я всё время... Ну, мне комфортнее глазу пить вот из такого бокала вино. Что скажете? Согласен полностью. Согласен полностью. Единственное, что какое вино... Бывает, например, если мы пьём какое-то розовое вино со льдом, да, мы можем спокойно выпить из этого роскошного потащищего бокала. А вот из такого? Да, из такого. И будет виден цвет? Нет, а не нужно. И не нужно. Перед глазами и закрытыми глазами. Да. Чайные приборы к такому столу должны быть особенными. А вдруг на столе будет торт вместо перцев? Во Франции ложка, вот, серебряная ложка, позолоченная, да, она была для десерта, для сладкого. Да, почему? Потому что серебро быстро окисляется сладким, и если серебряная ложка осталась, например, в куске торта, то кусок торта меняет вкус из-за серебра. Ну, я думаю, что это отчасти легенда, но, тем не менее, здесь, в доме фарфора, это всё есть, слушайте. Мужской стол. Ну, вы посмотрите, какие формы здесь, да? Он не мог, он специально стол этот организовывал, да? Посмотрите. И он организовывал таким образом это, что это такое, какое-то, видите, немножечко такое геркулесное, да? Посмотрите. Гераклическое. Такое мускулинное, да, это правда. Да, мускулинное, посмотрите, да? Меня вот интересует вот это очень. Это его придумка. Смотрите, что он сделал, да? Здесь он... От сердца. Да, ключик. Она, конечно, оставляет себе. Здесь стоит тоже бутылка, которая закрыта, но не для дегустации. Нет, конечно. А это особое, совершенно видимо, шампанское или вино, мы не знаем, да? И это он закрыл специально, чтобы, например, открыть это, вдруг это вино... Это будет ещё одним сюрпризом. Например, если это её день рождения, например, да? И это вино, например, года её рождения, например. На мужском столе, кроме породистых бокалов мозор и тарелок, придуманных немцами Зигер Байфурстенберг, нашлось место и для исторического чайника Краун Дерби. Я знаю эту коллекцию, я к ней очень нежно отношусь. Я знаю, что её часто покупают молодожёнам. Тут даже вот есть... Видите, что? Время буквально. Эти часы стоят, ничего страшного в этом нет. Встанут на ходу, я вернусь, такая была, помните, я вернусь и снова заведу. По шкале Альтман дом фарфора выбивает 10 из 10, потому что здесь даже хирурги превращаются в Мюнхгаузенов.